Казань 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 Казанской Божьей Матери. А это тоже образ Казанской иконы Божьей Матери, написанный архимандритом Зеноном Теодором, известным иконописцем из Псково-Печерского монастыря, написан специально к освящению Казанского собора. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. К ней чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах. Образ Казанской иконы Божьей Матери стал самостоятельным иконографическим типом. Здесь мы видим только, ну так, оплечен образ, громадные глаза, спасителя с благосостоляющей рукой и все. То есть, когда ты подходишь к этой иконе, ты подходишь в состоянии максимальной концентрации. Когда мы смотрим на обычную картину, мы углубляемся в нее, но икона устроена иначе, она идет на нас. Но здесь иконописцу оказалось этого мало. Он применил сферическую перспективу. Это тогда, когда изображение построено вот таким вот образом, на сфере, на полусфере. Почему? Это тоже имеет свою закономерность. Вот сейчас мы стоим, да, на расстоянии. Вот и подошел к вам. Я уже вижу вас в другом пространстве. Он сделал это для того, чтобы молящийся понимал, что Божья Матерь близко. На протяжении 17-18 веков создавались официально чтимые списки казанской иконы. Но уже в 19 веке не было полной ясности, где находился ее подлинник. Большинство авторов склонялось к тому, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. В 1904 году было совершено святотатство. Икону украл вор Чайкин. Драгоценный оклад он продал, деньги пропил, а вот сам образ сжег. Гибель иконы поразила страну. Страшное знамение для Российской империи. Не верится, чтобы первый образ пропал бесследно. Как говорят, сожгли его или прочее. Думается мне, будет стоять собор, будет облагорожено то место. В полном объеме пойдет иноческая жизнь. Тысячи и сотни тысяч паломников. И дай Бог, чтобы она сама Царица Небесная в ее первообразе казанском вернулась бы сюда. Вся надежда оставалась на две копии, которые в 17 веке сделали иконописцы. Их тоже признали чудотворными. В годы революции святыни пропали, но незадолго до начала Второй мировой войны одна из них была обнаружена за границей. Она оказалась в руках у частных коллекционеров. Известно, что к 50-м годам прошлого века икона находилась у британского археолога Фредерика Митчелла Хеджеса, с которого позже кинематографисты списали образ Индианы Джонса. Мистер Хеджес умер в 1959 году, и вскоре его дочь выставила икону на продажу. Икону пытались приобрести представители русской православной церкви, которые уехали из России после революции. Но у них тогда не было на это ресурсов. Однако наша организация выкупила ее. И я не могу назвать точную сумму, но стоила она достаточно. Образ отправили в маленький португальский городок Фатиму. Именно там, согласно преданию, явилась Богородица и сказала, что спасти мир может только возвращение России к вере. В начале 70-х в Португалии началась революция, и мы боялись, что к власти придут коммунисты. Обещание, которое дала наша организация, это сохранить икону, пока коммунизм не уйдет, и вернуть ее в Россию. Ведь это ваша икона. В 2004 году Иоанн Павел II передал образ в дар русской православной церкви и всему российскому народу. Казанская икона Божьей Матери 11 лет хранилась в резиденции понтифика в Ватикане. Ровно через 100 лет она вернулась в родную обитель, Казанский Богородицкий монастырь. Произошло чудо второго обретения святыни. Ежегодно в Казани 21 июля проводятся многотысячные крестные ходы. Я бы скептикам ответил на их вопрос, зачем воскресный день, ну подумаешь, историческая память, зачем с одного храма, пусть даже с кафедрального благовещенского, перенести икону, может быть, не оригинал, зачем? Нужно. Отвечаю, ох, как нужно. Нужно потому, что мы в наши молитвенные труды, в наши влагаем еще и наш телесный некий подвиг. Мы шествуем за образом. Это не физическое упражнение, это не прогулка с пункта А до пункта Б, нет. А это есть то, что мы вовлекаем наши телесные труды с молитвой. И на наш подвиг Господь дает нам просимое, укрепляет нашу веру. Патриарх Гермоген, современник событий обретения иконы, описал 16 чудес, которые произошли от образа. Первые два были связаны с исцелением зрения. Поэтому перед иконой Казанской Божьей Матери усердно молятся те, у кого оно плохое. Мы знаем, как Никита и Иосиф, как свидетельствует летопись, получают зрение, когда священник Ермолай, будущий священномученик, патриарх Ермоген, приняв этот образ от рук Матроны, перенося ее в храм, где она некоторое время находилась, два слепца получают зрение. Люди приносят кто-то за определенное какое-то прошение, исполненное или случившееся, приносят какое-то кольцо, снимают. То есть это проявление, внешнее проявление благодарного сердца. Сегодня сотни монастырей и храмов посвящены образу Казанской Божьей Матери. Обретение иконы, ее прославление имеет важнейшее значение для нашей страны. Глубину этого события, возможно, мы до сих пор не оценили. Оно говорит нам о том, сколь многое зависит от простой искренней веры. Властимущие оказались равнодушны, но простые люди, поверившие в чудо и выполнившие веления Богородицы, были вознаграждены, ибо по вере вашей и дастся вам. Жилика Кареткина, Максим Фоменко, Кирилл Сусакин, Телеканал Спас.